Рада вас приветствовать снова на уроке английского языка. Итак, сегодня мы рассматриваем урок 2, lesson 2, page 72. Итак, сегодня мы работаем с вами на странице нашего учебника 72 и мы продолжаем по нашей тетради работать с упражнениями 4, 5, 6 на странице 57. Ну и надеюсь, что все эти соответствующие страницы есть у вас в материалах вашего урока. Итак, приступаем к нашему учебнику. Task 1. Talk about your eating habits. Поговорим о твоих привычках, гастрономических привычках. То есть, eating habits, eat, еда, habit, привычка, eat, кушать. Значит, привычка потреблять еду. Итак, I often, sometimes, never eat or drink. Что ты часто, иногда, никогда кушаешь или пьешь. Окей, например, I often eat apples. Я часто кушаю яблоки. I never eat hamburgers. Я никогда не ем гамбургеры. I sometimes drink milk. Я иногда пью молоко. I sometimes eat chocolate. Я иногда кушаю шоколад. I often drink water. Я часто пью воду. I never drink cola. Я никогда не пью колу. I never eat lollipops. Я никогда не кушаю людянки. Забыла, как будет на русском. Леденцы. И спинич. Спинич – это шпинат. I often eat spinach. Ну, конечно, хотелось бы его чаще кушать, если бы его больше было на прилавках наших магазинов, потому что это очень полезный продукт. Окей, расскажи теперь about your eating habits. Talk about your eating habits. А затем расскажи о привычках поедания какой-то еды, гастрономических своих привычках своего друга. Например, представим вашего друга. Например, пусть это будет Helen. Helen often eats apples. Использование present simple. После хищи eat мы используем глагол, да, с окончанием s и s. В данном случае у нас тут два глагола, eat и drink. Говорим теперь о человеке в третьем лице и добавляем к ним окончание s. Итак, Helen often eats apples. Helen never eats hamburgers. Helen sometimes drinks milk. Helen sometimes eats chocolate. Helen often drinks water. Helen never drinks cola. Helen never eats lollipops. Helen often eats spinach. Вот таким вот образом необходимо устно сделать это задание. Упражнение третье тоже устное. Посмотри и скажи в барах. Итак, у нас есть какие продукты? Давайте мы их назовем. Apple, sweets, chips, либо crisps, milk, cola, cheese, juice. I think milk is good for your teeth. Я думаю, что молоко полезно для ваших зубов. I think sweets are bad for your teeth. Я считаю, что сладости плохие для зубов. Ну, давайте с вами подумаем еще, что у нас. Итак, I think cheese is good for your health. Я думаю, что сыр, в принципе, для здоровья полезен. I think cola is bad for your health. Я думаю, что кола плохо влияет на ваше здоровье. I think crisps are bad for your health. Я думаю, что чипсы явно не очень хорошо влияют тоже на ваше здоровье. Ну что ж, сейчас нам необходимо прослушать и сделать это задание. Посмотри аудиоскрипт на вкладке. Но у нас как такового его нет, поэтому мы сейчас будем слушать. И я буду останавливать аудиозапись и переводить вам этот текст. Ну что ж, поехали. Так, Бен, значит, Бен идет на фитнес каждый вторник и четверг. Sorry, это не Бен, а Пэм. Ослышалось. Итак, там они прыгают, бегают, тянут, ну, растяжку делают для рук и для ног. И своего тела. Roll their body, это получается делают наклоны. Так. It makes me feel healthy, Пэм says. Let's see how they do it. Итак, Пэм говорит, что это делает ее здоровее. Давайте посмотрим, как они это делают. И сейчас будут команды непосредственные. Jump three times. Jump three times. Прыгаем трижды. Hands up. Руки вверх. Stretch your body. Stretch your body. Потянули, ну, потянули свое тело. Stretch your neck. Stretch your neck. Вытянули шею. Roll your head. Roll your head. Покрутили головой. Roll your shoulders. Покрутили и сделали обороты, да, своими плечами. Roll your body. Roll your body. Сделали обороты телом. Touch your back. Touch your back. Так, коснулись своей спины. Коснулись ножек, пальчиков на ножках. Now touch this ceiling. А сейчас прикоснулись к потолку. Ну, потому что, типа, потянулись, да, к потолку. Look, everybody's jumping up. Итак, все прыгают. Up, up, up. Прыгают, прыгают. Everybody is stretching their body. Все тянут свое тело. Тянут, тянут, тянут. Все крутят головой, делают обороты головой. Everybody is rolling their shoulders. Roll, roll, roll. Все делают обороты плечами. Everybody is touching their back. Все касаемся спины. Everybody is touching their toes. Все тянутся и касаются своих пальчиков на ножках. Ну, повторяют команды. Can't do it. Кто-то не смог этого сделать. Can't do it. Окей. Таким образом, мы с тобой разобрали упражнение номер 4. Упражнение номер 5. Make new comments for your friends. Сделай новые команды для своих друзей. Что можно потянуть? Stretch your legs. Stretch your arms. Так, что можно touch, коснуться? Touch your back. Touch your... Сейчас, toes. Мы говорили об этом. Roll. Покрутить чем мы можем? Roll eyes. Arms. Ну, fingers вряд ли мы можем покрутить. Shoulders, к сожалению, здесь нет. Окей. Таким образом, мы с тобой сделали новые команды. Упражнение 6. Прочитай и дай ответ. Итак, прочитаем давай с тобой вместе вот этот вот маленький рассказ. People who watch too much TV are called coach potatoes. Люди, которые смотрят очень много телевизора, называются coach potatoes. Ну, это типа как домоседы, валенок. Too much TV or computer use is not good for your health. Чрезмерное использование просмотра телевидения либо компьютера – это плохо, нехорошо для вашего здоровья. Your body needs action. Тело нуждается в действиях. Walking, ходьба, jogging, бег трусцой, аэробика, fitness training, занятия фитнесом, mountain climbing, поход в горы, ну, альпинизм, скажем так. Так, swimming, плавание, карате, футбол, футбол, баскетбол, and etc. Баскетбол, футбол и так далее. So, what do you do for your body? А что вы делаете для своего тела? Чем вы занимаетесь? Окей, answer this question. So, what do you do for your body? Ответь на этот вопрос устно. Ну, а мы переходим к нашей тетради. Итак, в нашей тетради мы с вами остановились на упражнении четвертом, страница 57. So, put a tick next to the sentences you agree with. Поставьте галочки с теми предложениями, с которыми вы согласны. Итак, ну, я поставила свои три галочки. С чем согласны вы будете? Вы, it's up to you. Это уже зависит от вас. So, первое. I agree with the statement. Eat apples more often. Кушайте чаще яблоки. Don't drink water very often. I don't agree with the statement. Это утверждение гласит, не пейте слишком часто воду. Третье. Drink milk more often. Согласна. Пейте чаще молоко. Don't eat hamburgers very often. Согласна. Не ешьте часто гамбургеры. Drink Coca-Cola more often. Не согласна. I don't agree with the statement completely. So, cola is bad for your health. Eat chocolate more often. Кушайте шоколад чаще. I don't agree with the statement as well. Sometimes you can eat some chocolate, but not often. Упражнение пятое. У нас было точь-точь наше аудирование по уроку 2, страница 72 учебника, task 4. Это аудирование я тебе рассказывала. Мы с тобой слушали вместе, останавливали и я переводила. Итак, необходимо complete the sentences, дополнить предложение. Итак, Pam goes to fitness training every Tuesday and Thursday. Pam ходит на занятия фитнесом каждый вторник и четверг. Я еще услышала первый раз не Pam, а Ben, по-моему. There they jump, run, stretch their arms and legs and roll their body. В общем, там они прыгают, бегают, растягивают свои руки, ноги и крутят телом. Частями тела всеми. It makes Pam feel healthy. Это делает Pam здоровее. То есть она чувствует себя лучше. Ну и упражнение шестое. Необходимо написать 5 предложений. With advice for you, dear friends and dear family. С советом для тебя, твоих друзей и твоей семьи. Что бы ты своим друзьям, семье, членам семьи посоветовать мог. Don't eat much chocolate. Не ешьте много шоколада. Eat apples and vegetables more often. Кушайте чаще яблоки, то есть яблоки. Apples and vegetables. Яблоки и овощи. Имеется ввиду fruit and vegetables. Здесь я тоже опечаточку сделала. Apples это тоже очень полезно, я согласна. Но в принципе все фрукты полезны, правильно? Don't drink Coca-Cola more often. Не пейте часто Coca-Cola. Drink water more often. Пейте воду. Don't eat junk food. Я ввела выражение junk food. Это нездоровая еда. И junk food, она является еще иногда и fast food. Правильно? Едой быстрого приготовления. Ну, these are my pieces of advice. Это мои советы. Какими будут твои, it's up to you. Зависит уже от тебя. На сегодня это все. That's all for today. Каждый понедельник я выпускаю новые видео на всю неделю. Поэтому ожидайте пополнения новых видео в нашей коллекции. Выполняйте эти задания. Учите новые слова. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего урока. Goodbye. See you.